Всем привет-привет! К нам потихоньку еще присоединяются участники вебинара, да, и я предлагаю сначала поприветствовать друг друга в чате, расскажите из какого города, какая у вас погода, например. Как по правилам всех вебинаров, важно рассказать, где вы живете, в какой части света. Так, что-то никто не отписывается. Меня слышно хорошо? Так, у нас чат не работает, да, сегодня? Улан-Удэ, вижу, отлично. Еще какие города есть? Челябинск, вот, наконец-то чат заработал, прекрасно. Класс! Амстердам, вижу, здорово. Казахстан есть, потрясающе. Отлично, ну все, теперь я понимаю, что меня слышно хорошо, видно хорошо. Вы готовы слушать меня, значит, будем начинать наш вебинар. Сегодня называется «Как стать преподавателем по созданию игр», да, и, наверное, для многих из вас это загадка, скорее всего. И сначала расскажу, для кого будет полезен наш сегодняшний вебинар. А вы пишите в чат, к какой из категорий вы относитесь, да. Наш вебинар будет полезен преподавателям, любым преподавателям школьных предметов, английского, химии, математики, физики. Если вы вдруг преподаватель, то ставьте в чат плюсик. Будем смотреть, сколько нас сегодня. Вебинар в целом будет полезен тем, кто имеет опыт общения с детьми, да, я имею в виду, например, вожатые, да, кто работал каким-то образом с детьми, например, в детских центрах развития детей. То есть имеет опыт коммуникации с детьми, обучения, воспитания детей и так далее. Отлично. И также вебинар будет полезен тем, кто знает программирование хорошо, да, возможно, вы программист или в прошлом программист, или сейчас программист. Для вас тоже это будет интересно. Есть ли у нас программисты? Поставьте плюс в чат. Вот вы считаете себя программистом. Есть ли такие? Интересно. Так, программистов у нас сегодня не нашлось. Хорошо. Ну что, значит, поскольку я вижу много плюсов в чате, значит, вебинар вам подходит, и мы можем идти дальше. Меня зовут Окрева Татьяна, я руководитель отдела обучения преподавателей SkySmart. Сама преподавала физику, математику, робототехнику. И, собственно, сегодня могу вещать по поводу компьютерных курсов и создания игр, поскольку в студенчестве также деткам вела робототехнику, а это на основе Scratch. Мы сегодня узнаем, что такое Scratch, собственно, поскольку есть опыт, я считаю, поэтому могу сегодня рассказать вам немного о создании игр, да, и как этому обучать детей. О чем мы сегодня будем с вами говорить? Какой у нас план? План у нас большой. Сегодня на вебинар я смотрю целых 10 поинтов. Первое, мы поговорим с вами, что же такое создание игр. В SkySmart в направлении создания игр мы обучаем детей создавать игры в разных средах программирования, и мы все это называем компьютерные курсы. Мы поговорим о том, что же такое компьютерные курсы, что же такое создание игр. Разберем с вами мифы о преподавании компьютерных курсов. Я расскажу про SkySmart и компьютерные курсы, как у нас это устроено. В четвертом пункте я рассказываю вам, почему преподаватели компьютерных курсов сейчас востребованы. Далее мы поговорим с вами, вернее, далее у нас будет приглашенный гость, действующий преподаватель компьютерных курсов. Он расскажет о своем опыте реальном, как он из преподавателя математики переучился и стал преподавателем компьютерных курсов для детей в SkySmart. Самое интересное, наверное, что я сегодня расскажу, это возможности обучения, возможности обучения, которые предоставляет SkySmart. Это бесплатный буткэмп. Я приглашу вас на бесплатный буткэмп, собственно, который стартует у нас 7 февраля. В конце будет ссылка на регистрацию. Мы с вами разыграем фирменный мерч, и я готова в конце также вебинара ответить на ваши вопросы, поэтому если они есть, вы можете по мере вебинара задавать их в чате. Я, если буду успевать читать, то буду отвечать по ходу вебинара, но в конце у нас будет прямо выделено время для ответов на вопросы. Ну что, мы переходим к понятию компьютерные курсы. Компьютерными курсами в SkySmart мы называем создание игр для детей. Это детские среды программирования, такие как Scratch, UpInventor, Trunk, Компьютерная грамотность у нас тоже есть, мы ее относим тоже сюда. Скажите, пожалуйста, кто знаком с одним из этих направлений? У нас очень часто на вебинар приходят преподаватели, которые, например, уже знают Scratch, UpInventor, в школе бывают дополнительные кружки, оказывается, по таким направлениям. Поставьте плюсики, кто знаком с этими направлениями. Scratch, UpInventor, Trunkable. Это детские среды программирования, они полностью адаптированы под детей. Мария знакома со Scratch. Потрясающе, интересно. Ставят плюсики кто-то, значит, у нас сегодня также собрались, возможно, преподаватели, которые уже вели или ведут где-то Scratch или обучают где-то Scratch. Итак, следующее направление компьютерных курсов, которые у нас преподают SkySmart детям, это Python, да, он представлен как просто Python, так и Pygame. Есть также веб-разработка и самое интересное, на мой взгляд, это создание игр. Создание игр на Construct, Dream, Unreal, Minecraft, Roblox и Unity. А скажите, кто знаком с одним из понятий, из пяти последних понятий, Construct, Unreal, Minecraft, Roblox или Unity? Поставьте плюсики, кто когда-то слышал. Но мне кажется, Minecraft точно все слышали, поскольку это, в общем, взрослые, да, и тоже играют Minecraft, насколько я знаю. Отлично, ставят плюсы, значит, у нас аудитория уже немного знакома с созданием игр. Хорошо, а сегодня мы с вами рассмотрим именно как преподают, вернее, я сегодня расскажу вам, как такое создание игр преподается у нас в SkySmart. Но я немного хочу рассказать о профессии преподавателя компьютерных курсов для начала. Первое и самое важное, наверное, это востребованность профессии, преподаватель компьютерных курсов, сейчас преподаватели компьютерных курсов получают вознаграждение больше, чем преподаватели обычных других предметов, да. Индивидуальный формат занятий – это до 85 тысяч рублей, и индивидуальный групповой формат занятий – до 130 тысяч рублей. Соответственно, все зависит от того направления, которое вы ведете, и от формата, который выбираете. Если говорить про индивидуальный формат занятий, то здесь наглядно показано, как от открытых часов у нас зависит вознаграждение преподавателя. И мы с вами сейчас подробненько будем знакомиться с каждым курсом. Если у вас будут какие-то вопросы, также в чате можете по мере их появления задавать. Первое, я уже озвучивала, да, это программирование для детей. Это самые простые адаптированные программы, среды программирования, да, для малышей даже. Когда я была студенткой, я вела вот Scratch, самая распространенная, мне кажется, платформа, да, для изучения программирования, начального такого этапа изучения программирования. Есть AppInventor и Trunkable, они очень похожи, ну, на мой взгляд, на Scratch, то есть логика там точно такая же, и она легко изучается детьми, и, соответственно, преподаватель тоже может легко изучить эти программы и преподавать детям. Логично ведь? Если логично, ставьте плюс в чат. Дело в том, что не учат в вузах, например, преподавателя по Scratch. Вы когда-нибудь слышали, что есть университет или колледж, где обучают преподавателей Scratch, или обучают преподавателей AppInventor, или обучают преподавателей Minecraft? Если слышали, то поделитесь, где обучают. Очень интересно, я не нашла. Вот сейчас здесь представлена на слайде как раз-таки среда программирования Scratch. Как вы видите, Scratch — это код, он так называется, герой сам в этой детской среде программирования. Здесь все интуитивно понятно, и детки справляются с этой программой на ура. Собственно, когда ребенок приходит в SkySmart, если у него возраст, соответственно, маленький, от 8 лет мы берем на компьютерные курсы, если у него нет никакого уровня подготовки в плане программирования, то он попадает на Scratch, как такой первоначальный этап. Также у нас преподается деткам Python. Я думаю, что вот с Python точно все знакомы. Python, Python, наверное, все слышали о нем. Если слышали, ставьте плюс в чат. Мне очень важно понимать, что вы меня слышите сегодня, откликаетесь. Хорошо. Значит, про Python 100% все слышали, но, наверное, думаете, что это сложно. Я так подразумеваю, предугадываю ваши мысли, вы думаете, скорее всего, что это сложно. Но важно понимать, что мы преподаем Python деткам его, собственно, основы. То есть мы детей сразу из детей программистов не сделаем, которые потом пойдут сразу на работу, так скажем, программистами. Соответственно, мы обучаем преподавателей преподавать Python. То есть даем тот уровень знаний, который необходим для того, чтобы вы вели занятия с детьми. У нас проработана программа, то есть методический материал полностью подготовлен отделом специальным. То есть методисты разрабатывают уроки, они есть на платформе, и все в очень понятном, комфортном, удобном виде предоставляется для преподавателя, чтобы он успешно проводил занятия. И про веб-разработку я, наверное, долго здесь останавливаться не буду. Мы не обучаем веб-разработке, но если, например, у вас есть опыт веб-разработки, и вы хотите стать преподавателем веб-разработки, то вы можете просто подать заявку именно, ну, просто прийти к нам, с нами сотрудничать, будем так говорить. И самое интересное, самое для меня увлекательное, это разработка игр в таких средах программирования, как Construct 3, Minecraft, Unreal, Roblox и Unity. И на одной из этих, в одной из этих, из одной из этих средств программирования я знаю, что работает PlayStation. Мы сейчас дойдем, какая программа с ней работает. Итак, Minecraft. Все представляют, наверное, Minecraft сейчас как игру, да, то есть игру, в которой вы непосредственно игрок, то есть вы ее не разрабатываете, вы в нее играете. Я уверена, что у всех сейчас такое представление. Но дети на уроках SkySmart по Minecraft создают игры, да, то есть они создают себе оружие, создают пространство, где можно играть, строят дома, ну, и разные, разные интересные проекты, в общем, делают, да, то есть, собственно, мы обучаем создавать вот эти вот мини-игры. И создание игр проходит, дети, господи, дети изучают создание игр не только Minecraft, но и в Roblox Studio, Construct.3, Unity и Unreal. Все они разные, естественно, да, но если вы слышали, какой-то из них знакомый как-то с ним, да, то вы можете уже сейчас понимать, какое для вас направление было бы интересным и что бы вы хотели в будущем преподавать. И мы переходим к пяти самым распространенным мифам о профессии преподаватель компьютерных курсов. Первый миф. Для того, чтобы преподавать компьютерные курсы, необходимо образование айтишника, да, то есть нужно быть программистом. Это совершенно не так, да, как я ранее озвучивала, детские среды программирования, такие как Scratch, OpenVentor и Trunkable, может освоить любой человек, было бы желание, да, то есть, конечно, нужно учиться, да, необходима мотивация дополнительная, усердие какое-то необходимо прилагать, но детские среды программирования, например, вы можете совершенно без какого-то опыта в программировании вести, да, то есть обучиться и вести. Что касается, например, более сложных программ, да, таких как Python, Minecraft, Unity, Roblox и так далее, то вы сначала будете изучать основу объектно-ориентированного программирования, потом Python и потом уже выбирать создание игр сложных, я так и буду называть, Construct, Minecraft, Unity, Unreal. Соответственно, как выбрать курс, я расскажу позже, когда буду говорить о буткемпе. Второй миф. Чтобы разрабатывать игры, нужна целая команда, дизайнеры, разработчики, аналитики и так далее. Это миф на самом деле. Среды программирования развились настолько, что один человек может создать игру, не уступающий по дизайну и механикам даже передовым играм прошлого десятилетия. Это на самом деле так. И я видела проекты, которые создают дети, они довольно-таки можно, я думаю, сравнить с современными играми. Хотя я в игры не играю, конечно. Миф третий. Изучать языки программирования очень сложно. На самом деле вообще что-то изучать, наверное, это сложно. Придется учиться сто процентов. Но вот, например, наше обучение, то есть оно подстроено под людей с нулевым уровнем знаний в том числе, что позволяет комфортно обучаться и выходить уже на учеников через одну-две недели. То есть у нас уже есть такой опыт, когда преподаватели через неделю, есть опыт, когда преподаватели через три дня после изучения Scratch, например, выходили на учеников в SkySmart, выходили на учеников, после трех дней обучения у них сразу появлялись ученики на платформе. Четвертый миф. Преподавать компьютерные курсы онлайн тяжело. На самом деле это тоже миф, и здесь нам этот миф развеет платформа SkySmart. На платформе SkySmart разработаны сами материалы для проведения занятий, как я уже и говорила. И платформа адаптирована, чтобы ученик и преподаватель видели друг друга, во-первых, чтобы преподаватель видел, есть демонстрация экрана, чтобы преподаватель видел, что делает ребенок, направлял его. И также множество разных инструментов интерактивных. Это указка, это карточки с теорией, это задания с интересными механиками. То есть платформа SkySmart развивает миф номер четыре. То есть преподавать компьютерные курсы онлайн – это легко. Это даже удобнее, на мой взгляд, потому что вы можете работать, работать из любой части мира. Я, например, весь год, предыдущий, 21-й, путешествовала, поскольку работаю онлайн, и, по-моему, это потрясающая возможность. И у меня остался пятый миф. Преподавать компьютерные курсы как преподаватели компьютерных курсов, как и преподаватели других предметов, мало зарабатывают. На самом деле я озвучивала этот момент. Преподаватели компьютерных курсов зарабатывают намного, не намного, но в сравнении с другими предметами, больше. И сегодня мы еще поговорим про вознаграждение преподавателей и ставки, которые есть в SkySmart. Ну что, у нас пришла пора розыгрыша. И для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам необходимо заполнить форму в чате. Готовы? Если готовы, ставьте плюсы в чат, кто будет участвовать в розыгрыше. А мы разыгрываем подарок от SkySmart. На всякий случай предупреждаю, ставьте чаты в плюс. Кто плюс не поставил, тот в розыгрыше не участвует. Как много плюсов появилось! Здорово! Я отправляю форму в чат. Переходите по форме. Пока оставляйте в этой форме фамилию, имя, номер, чтобы мы могли с вами связаться и узнать адрес доставки. А саму загадку я скажу попозже, когда вы оставите фамилию, чтобы вы были готовы. После того, как вы заполняете фио и номер, ставьте какой-то другой знак, любую букву. Давайте любую букву ставите, я буду знать, что вы готовы к моей загадке. Итак, еще никто не открыл форму. 1, 2, 3. Ага, интересные. Буквы А плюс все супер. Я вижу, что все готовы к загадке. Нет, не все еще. В чате есть символы, буквы, поэтому ждем. Ну, готов кто-то четко написал, что готов к розыгрышу. Отлично. Ну что, я считаю, что все готовы. И моя загадка. Как, кто знает, как в детских средах программирования называется персонаж по-другому? Например, скрэйч персонаж, как называется по-другому? Ну, кто подсказки пишет в чат в зуме, конечно, огромное спасибо. Нужно написать форму, которую я скидывала выше. Форму еще раз скидываю. Вы можете писать ответ. Мы будем выбирать рандомно победителя. Итак, выбираем победителя. Посмотрим, сколько у нас ответов получилось. Итак, кто-то еще отправляет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не успеем так. Так, вы еще отправляете. Хорошо. Давайте тогда мы с вами разыграем подарок в конце, пока вы пишете ответы. Поскольку вижу, что появляются еще ответы, пойдем с вами дальше. А в конце, перед ответами на вопросы, на вопросы разыграем приз. Супер приз. Хорошо. Хорошо. И, наверное, пришла пора поговорить о том, почему же все-таки профессия преподавателя компьютерных курсов востребована и почему в этой сфере, да, то есть вы всегда сможете найти учеников, да, то есть поскольку профессия востребована, значит, и ученики есть, собственно, значит, мы можем на этом зарабатывать. Почему востребована? Потому что все знают, все родители детей знают, что самая передовая профессия – это программист, да. сейчас развивается активно виртуальная реальность, да, развиваются те же игры, да, как разные там дота и так далее, нужны туда программисты. Очень много передовых IT-компаний, которые нуждаются в программистах. И, в принципе, программирование и детское программирование развивают логическое мышление, аналитическое мышление, креативность у ребенка. Собственно, поэтому родители, зная о том, что есть курсы по созданию игр для детей, да, они отправляют своих деток заниматься, например, к нам в школу. Вот. И, значит, мы с вами будем переходить к интересному моменту. Я приглашаю преподавателя компьютерных курсов Кудрявцева Александра. Скажи, Александр, ты здесь? Да, всем доброго дня или вечера. В общем, времени суток я с вами. Спасибо, что пригласили. Здорово. Александр, преподаватель математики индивидуального и параллельного формата, методист отдела обучения и также преподаватель индивидуальных групповых уроков компьютерных курсов. Я Александру хочу задать пару вопросов для того, чтобы ты рассказал немного об опыте своем, как ты от преподавателя математики стал преподавателем компьютерных курсов для детей. И мой первый вопрос будет следующим. Скажи, пожалуйста, Александр, есть ли у тебя образование программиста? То есть учил ли ты специально программирование в ВУЗе? Ну, я думаю, я на этот вопрос отвечу так. Расскажу, какое у меня образование. У меня образование Новосибирского государственного университета и направление фундаментальной математики. То есть я там шел в науку, и вся моя деятельность была связана именно с такой вот суровой, с джунглями формулами математикой. У нас были какие-то общие курсы по программированию там в самом начале, на них я, если честно, не ходил, и, в общем-то, никакого понимания у меня там не сформировалось. Какого-то правильного образования программиста у меня нет. Поняла тебя. То есть никогда специально на программиста не учился. Хорошо. А можешь кратко, я думаю, что кратко лучше, рассказать, как же ты из преподавателя математики стал преподавателем компьютерных курсов? Все крайне прозаично. Я был преподавателем математики. Потом у нас открылось направление компьютерные курсы, и для преподавателей, собственно, появилось обучение. Татьяна рассказывала сегодня по детскому программированию, и по языкам программирования, и по разработке игр. И мне стало интересно, почему бы не попробовать себя в этом. Ну, вот, собственно, попробовал, и к чему это привело. Хорошо. Александр, а вот скажи, как было тебе тяжело обучаться, например, да, потому что ты долгое время вел математику. Как тяжело было переучиться, как долго это происходило? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что тяжело, но у меня есть явное ощущение, что если бы я сам пытался этому учиться, я бы ни к чему не пришел, потому что в самостоятельном обучении нет понимания, в каком направлении двигаться, за что стоит браться, нет какого-то плана. А если составляешь план, то, ну, наверняка он может быть не совсем, может быть, корректным, оптимальным, эффективным и так далее. Вот, соответственно, в течение нескольких недель можно вообще легко просто погрузиться сначала в детскую разработку. Татьяна уже рассказывала примеры, что Scratch можно изучить за несколько дней, и это правда. Это настолько легкая, интересная, прекрасная среда программирования, что все интуитивно понятно. И даже вот если нет вообще никаких знаний программирования, она формирует такое базовое представление об алгоритмах, обо всех этих штуках. И, например, после этого погружаться в язык программирования Python значительно легче, потому что просто блоки меняются синтаксисом, языком программирования меняются. Ну, специфика остается той же, меняются просто слова и инструменты, которыми ты пользуешься. А после языка программирования, когда уже есть понимание, как это может там заходить и вся такая история, в разработку игр погружаться легко. Я думаю, это сложно. Вот я видел в чате, писали, что на Unreal Engine написан Fortnite. Вот Fortnite, наверняка многие из вас знают, это игра вообще распространенная во всем мире. Так вот, именно на этой платформе, на которой создана вот эта вот игра, популярная во всем мире, мы можем создавать игры. И на самом деле один человек может просто взять и, ну, не прямо такого же уровня, но что-то очень масштабное сделать. Меня это, если честно, очень восхищает. Вот, и детей тем более, потому что они в восторге, когда им сказать, что, знаешь, Fortnite написан на этой платформе, они просто вот с такими горящими глазами приходят, не то, что на математику, когда их родители заставляют. Все, я затянул немножко. Слушай, очень интересно, на самом деле, вот вопрос про мотивацию детей, которые приходят на компьютерные курсы. Я ведь права, я поскольку смотрю уроки, некоторые, да, как преподаватели ведут уроки деткам по созданию игр, и действительно это отличается, чем, например, уроки по математике, на мой взгляд, детям интересно, то есть их не, как будто бы их не заставляют. Вот на математике приходишь, и ребенка заставляют учиться, иногда такое впечатление складывается. Но вот создание игр всегда как-то весело все происходит, как будто бы у детей по-другому. Мотивация работает вот именно, когда они на занятия по компьютерным курсам приходят. Есть такое? Ну, да, есть, конечно. Я думаю, это связано с тем, что когда дети приходят обучаться математике или другим школьным предметам, могут говорить только за математику, ну, часто их вынуждают обстоятельства в виде экзаменов, в виде контрольных, в виде успеваемости в школе, либо же родители просто хотят, чтобы дети чувствовали себя прекрасно в предмете. И это как бы такой внешний источник мотивации для ребенка, что вот ребенок пытается не только по своим интересам идти. В разработке игр дети приходят, потому что им это интересно, потому что они этого хотят. У них просто мозг фонтанирует идеями, они хотят создавать, они хотят делиться своими творческими какими-то начинаниями, и это заряжает очень сильно. Да, поэтому тут отличие просто небо и земля. Значит, мне не показалось. Все так. И, наверное, последний вопрос у меня есть к тебе про то, как легко, тяжело. Да, у нас есть такой миф, что преподавать компьютерные курсы детям онлайн – это тяжело. Давай развеем с тобой миф с точки зрения платформы SkySmart, как выглядят занятия для преподавателя. Что подготовлено для этого? Можете здесь рассказать, как действующий преподаватель? Конечно, могу. На самом деле этот миф, как Татьяна опять же приводила в пример, развеивается платформой SkySmart. И это действительно так, потому что… Сейчас приведу пример. Например, для того, чтобы подготовиться к уроку, не нужно там искать материалы, выбирать проекты, что-то вот такое делать. У нас на платформе просто есть каталог, в котором есть готовый учебный план, и по нему можно спокойно идти. То есть подготовка, она к уроку минимальная. На самом уроке на платформе есть возможность гибко перемещаться между заданиями, между даже темами, между вообще чем угодно. Можно добавлять свои материалы. И что самое приятное, ну то есть, казалось бы, мы же будем не на бумажке писать, а даже на какой-то доске. Хочется в средах программирования работать и смотреть, что там у ребеночка получается или не получается. И встроенной на платформе есть демонстрация экрана. Потому что у меня было такое представление о компьютерных курсах, что нужно иметь много всяких разных инструментов. Это там всякие средства, через которые можно общаться. Это какие-то отдельно методические материалы, которыми нужно пользоваться. Это среда программирования, в которую нужно погружаться. В общем, много всего. И нагрузка, мне кажется, там 10 приложений открыть будет тяжелой даже на ноутбук тот же или компьютер. А у нас все на платформе есть. То есть для меня это до сих пор просто целое открытие и удивление, что приходишь, нажимаешь кнопочку, оказываешься в виртуальном комплекте, в котором есть все. И дети с таким же восторгом к этому обращаются. Им проще это осваивать. Не нужно отвлекаться на всякую историю. И в этом плане действительно очень удобно и легко. Я не представляю, как бы я вел эти уроки оффлайн, если честно. Не могу представить. Да, это очень... Спасибо за ответ. Это очень круто. Знаешь, еще, наверное, тут стоит подсадить момент. У нас, так будем говорить, ограниченная программа. И если преподаватель 32 урока провел с одним учеником, вот, например, новенький преподаватель провел 32 урока с одним учеником по, например, об инвентарь. Согласен со мной, что потом преподавателю легче уже будет, гораздо легче с другими учениками. Там, когда пару лет он поработает, ну, не знаю, не пару лет, наверное... Ну, пару лет, на самом деле, много. Пару месяцев. Пару месяцев. Да, пару месяцев поработать одним курсом, и потом все легко. Я, конечно, статистикой такой не обладаю, но могу поделиться опытом. На самом деле, перед первыми уроками, когда проходишь все это обучение, очень страшно. Потому что, ну, если там математику я еще с университета знал, я примерно понимал, что меня ждет, то, и я понимал, с каким трудностями я сталкивался, когда ее изучал, то с разработкой игр довольно неоднозначно. Потому что все равно есть какой-то страх, что у ребенка возник вопрос, на который я не смогу ответить, что, может быть, я какие-то нюансы проекта не очень хорошо знаю. Все это возникало, но как только пройдет первый урок, потом второй урок, следующий ученик, который также придет на разработку игр, он пойдет по тем же самым проектам, которые уже, скажем так, протоптаны, которые уже понятны, легки и интересны. И таким образом, вся такая основная подготовка, она будет проходить просто к каждой теме, которая будет новая для вас. То есть вы там первые вот 32 урока, вы к каждому очень интенсивно готовитесь. Это очень интересно, то есть это не так уж и страшно и сложно. Просто нужно много времени этому делить. Но последующие уроки подготовка к ним становится все меньше и меньше, потому что проект уже готов, потому что понимаешь, где вопросы у ребенка возникают, потому что сам понимаешь, где у меня могут быть опасения. И в этом плане, вот, как сказала Татьяна, там 32 урока, все проекты, и все хорошо. А тут уже зависит от того, как много у вас детей и какая интенсивность занятия. То есть если ребенок три раза в неделю занимается, то пройдет просто пару месяцев, все понимаете и знаете. Хорошо. Спасибо, Александр, за вопросы. Ой, за вопросы. За ответы. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. И всем спасибо за внимание. Ну что, вы послушали опыт преподавателя математики, который переучился, перепрофилировался из преподавателя математики в преподавателя компьютерные курсы. Это абсолютно реальная история, и она не единственная, будем так говорить. У нас проходит обучение уже несколько, прошло уже несколько обучений, несколько буткэмпов, и есть, соответственно, примеры успешного обучения и успешного выхода на учеников. Соответственно, сейчас, наверное, я кратко расскажу, да, что, почему все-таки, еще раз, верно, я подведу итог, почему все-таки преподавать компьютерные курсы в SkySmart это легко, чтобы у вас сложилась полная картинка. Самое первое, самое главное, как вы поняли, это удобная платформа и готовый контент. Вот это очень важно понимать, то есть это огромный плюс платформы SkySmart именно в этом. Соответственно, готовый учебный план, вам ничего не нужно придумывать самому, готовить самому проект, разрабатывать урок методически, вам не нужно этого делать, только выходить на платформу вместе с учеником в определенное время, проводить урок. И также у вас будет методическая поддержка в SkySmart и наставник в начале пути, чтобы вам было легче адаптироваться в SkySmart. И я думаю, что пора переходить... Нет, я еще вам хотела рассказать про новый формат занятий в SkySmart. Это индивидуальный групповой формат занятий, когда преподаватель одновременно занимается с несколькими учениками. Индивидуальный групповой формат занятий, он специфичен тем, что урок длится 4 часа, и за эти 4 часа к вам подключаются около 20 учеников. И я думаю, здесь можно сделать логичный вывод, что преподаватели индивидуального формата занятий получают больше вознаграждения, чем преподаватели индивидуального формата. Вот, собственно. И где-то у меня заготовлено также... Как я уже говорила, преподаватели индивидуального группового формата могут получать вознаграждение до 130 тысяч рублей. И здесь у нас приведен также график зависимости открытых часов в неделю, то есть сколько часов в неделю вы ведете к вознаграждению, которое вы можете получать, и минимально-максимально KPI. У нас есть еще определенные KPI в SkySmart, например. Итак, я думаю, что пора переходить к обучению. Поскольку в чате уже есть вопросы про обучение. И самые интересные вопросы по поводу платное или бесплатное обучение. На текущий момент обучение бесплатное. Вы проходите обучение в SkySmart и становитесь преподавателем в SkySmart. У вас есть возможность пройти обучение за неделю и уже в ближайшее время вести учеников, то есть вести занятия учеников на платформе. И опять же говорю, все зависит от вашего желания. Чем быстрее вы проходите обучение, тем быстрее вы выходите на учеников и ведете занятия учеников. Соответственно, какие же есть возможности обучения? Это bootcamp. У нас стартует 7 февраля. Bootcamp стать преподавателем компьютерных курсов. Курсов он так и называется. На bootcamp мы обучаем по нескольким направлениям. Это программирование для детей, scratch up, inventor, trunkable, создание игр, roblox, unreal, unity, minecraft, construct и программирование на python. Также мы обучаем преподаванию индивидуально-группового формата. И сейчас я подробно расскажу, как же выбрать курс для обучения, если вы захотите обучаться и стать преподавателем компьютерных курсов для детей в SkySmart. Я поделила аудиторию на три группы. И сейчас, если вы узнали себя в какой-то из групп, то, пожалуйста, пишите в чат букву А, Б и ЛЦ. Группа А. Если у вас нет опыта в программировании, есть сомнения в силах, то есть, возможно, вы никогда не сталкивались даже с информатикой в школе, то я предлагаю вам начинать с детского программирования. И тем более, если у вас нет большого опыта взаимодействия с детьми, то есть преподавание детям или воспитание детей, или какой-то еще формат, например, забыла, вожатые. Если, например, вожатые, вы были когда-то в лагере, то вы спокойно можете изучить Scratch, Up Inventor или Trunkable и стать преподавателем компьютерных курсов в этих направлениях. И это будет ваш старт на самом деле. В дальнейшем в SkySmart вы сможете постепенно повышать квалификацию свою и становиться преподавателем сначала Python, потом Pygame, а дальше уже создание игр Unity, Roblox, Unreal и так далее. Значит, про первую категорию я рассказала. Вторая категория. Если вы хорошо знали информатику в школе, например, в университете, если у вас были какие-то факультативы. В технических вузах, я знаю, есть программирование, информатика, C++, например, просто в обычных технических вузах есть. Я по первому образованию авиастроитель, и я прекрасно помню, как мы изучали C++. Если у вас есть какой-то опыт программирования, то есть небольшой опыт, то смело идите на курсы Python, на обучение Python. А если у вас уже есть опыт именно объектно-ориентированного программирования, и вы знакомы с Python в какой-то мере, то вы можете смело выбирать создание игр уже более сложное. Как я уже выражалась здесь, это Unity, Unreal, Construct, Roblox и Minecraft. Итак, давайте посмотрим в чате, кого сегодня у нас собралось больше всего. Ого, CCC. Потрясающе. Значит, обычно, на самом деле, собирается больше в категории А. Сегодня больше в категории С, и это очень радует, кстати, меня. Хорошо. Я сейчас кратко расскажу, как проходит обучение, и потом уже приглашу вас на него, скину вам ссылку на регистрацию. Обучение проходит одну неделю, и оно состоит из курса на платформе. Опять же, на той самой платформе SkySmart у вас будет личный кабинет преподавателя, в ней будет вкладка «Мое обучение», где будет курс по выбранному вами направлению. Этот личный кабинет преподавателя, там же и материалы для уроков будут, там же будет расписание, очень удобно. Здесь у нас представлены скрины с личного кабинета преподавателя со вкладочки «Мое обучение». Также у вас будут воркшопы на протяжении всей недели, они будут посвящены разным темам. Это структура урока, это общение с родителями учеников, это возрастная психология, и плюс сейчас мы будем давать дополнительные курсы по методике для преподавателей или для кандидатов, которые, например, имеют маленький опыт общения с детьми. Ну, общение, маленький опыт общения с детьми, маленький опыт преподавания. Такое тоже может быть, это нормально. Итак, следующий буткэмп стартует 7 февраля, как я уже и говорила. А, кстати, на слайде есть представлена зум-конференция, как мы проводим воркшопы, встречаемся, общаемся с друг другом, обмениваемся опытом, иногда выполняем практические задания и так далее. Итак, я сейчас скидываю в чат ссылку на регистрацию на буткэмп, наш, который стартует 7 февраля. Я прошу вас сейчас переходить. Так, отправляю регистрацию. Прошу вас переходить по ссылочке, заполнять форму, для кого это интересно, и готова отвечать на ваши вопросы, если они есть. Так, чат открываю. Обычно очень много вопросов после таких занятий. Есть вопрос, сколько идет занятия. Обычное занятие, индивидуальное с учеником, идет 50 минут, если мы говорим про индивидуальный формат. Если мы говорим про индивидуальный групповой формат, то занятие идет 4 часа для преподавателя, но 50 минут для ученика. Более подробно об индивидуальном формате занятий вы уже узнаете на буткэмпе, когда придете, если придете туда обучаться. Где брать учеников? Очень интересный вопрос. SkySmart – это онлайн-школа для детей, собственно, и учеников находят вам SkySmart. У вас будет очень удобный личный кабинет, как я уже и говорила, расписание, и автоматически вам туда будут ставить учеников. Конечно, это происходит не просто так. Работает специальная команда менеджеров, которые сопровождают учеников, и на платформу в ваше расписание их доводят. Будем так говорить. Есть вопрос, если уже по данной ссылке заполнил форму. Заполняйте еще раз. Мой совет такой. Обязательно сегодня с вами свяжемся. Какие еще вопросы есть, на которые я сегодня, возможно, не ответила? Есть вопрос. Какое минимальное количество часов нужно будет открывать в неделю? Минимальное количество часов по 20. 20 часов – это минимум, который необходимо открыть. На самом деле, возможно, я не успела прочитать какой-то вопрос. Можете его продублировать. Что касается вознаграждения, то преподаватели компьютерных курсов получают вознаграждение до 86 тысяч рублей. Это индивидуальный формат и индивидуальный групповой формат до 130 тысяч рублей. А если у Маргариты есть сомнения между направлением А и Б, что же выбрать? Я бы на вашем месте выбрала А. И если вы быстро изучите А, если у вас есть сомнения, значит, у вас есть какой-то хороший бэкграунд. Правильно? Я бы на вашем месте перестраховалась, выбрала направление А, быстренько изучила. Если есть опыт какой-то, то вы это сделаете быстро. И потом уже перешла в категорию бэта и начала учить Python. Это вполне реально. Какие есть еще? Вопросы по вознаграждению я уже отвечала. Преподаватели работают с учениками, которые проходят через уроки, через водные уроки. То есть вы не проводите водные уроки. Здесь был вопрос про водные уроки. Нет, преподаватели из Космарт не проводят водные уроки. У меня B, но немного C, но хочется преподавать начальный уровень, который... А, Владимир, если вы хотите преподавать детское программирование, то, конечно, заполняйте заявку на обучение детское программирование. Конечно. Расписание. Вы... Вижу вопрос про расписание. Разумеется, расписание вы открываете сами в личном кабинете. У вас все будет удобно, комфортно. Вы открываете свободные слоты себе, и вам ставят туда учеников. Да, конечно, расписание вы подстраиваете под себя, разумеется. Отлично. Я вижу, что в чате посыпались уже спасибо. Это значит, что на все вопросы я ответила. Прошу вас оценить от 1 до 10, насколько вам было полезно. Получили ли вы все ответы на ваши вопросы? То есть вы же шли с какими-то ожиданиями на данный вебинар, поэтому, пожалуйста, поставьте от 1 до 10. А если ставите меньше 7, например, то задайте вопрос, на который я не ответила. Хорошо, всем спасибо огромное. Тогда я вижу, что много десяток, много спасибо, что меня радует. Приходите на буткэмп, форму регистрации я отправляю еще раз на всякий случай в чат. Отправила не в чат. Вот сейчас отправляю в чат. И ждем вас на буткэмпе 7 февраля. После того, как вы заполните форму регистрации, вам придет письмо на личную почту, и уже оттуда вы попадете в личный кабинет преподавателя и с дальнейшими инструкциями. Все, всем спасибо огромное. До скорых встреч. Надеюсь, увижусь с вами на буткэмпе. Татьяна, можно, Татьяна, я немножечко... Мы подарок хотели разыграть. Татьяна, можно один вопрос? Да, пишите вопросы в чатике. Пока я... Вы не ответили. Пока... Хорошо, Светлана, давайте разыграем. Подарок, и я отвечу на ваш вопрос. А можно устно я скажу потом? Можно. Спасибо. Итак. У нас 87 ответов. Ой, до 100 пишу. 87. Сгенерировать число. 44. И мы идем в нашу форму регистрации. Кто отправлял правильные ответы. Найдем 44. Итак, Дмитриевая Ольга. Вижу, ваши контакты с вами свяжутся и отправят вам подарок. Поздравляю. Итак, Светлана, задавайте, пожалуйста, вопрос. Какой у вас остался? Вот у меня такой небольшой вопрос. Я бы, видите, я прошла обучение по танкобу, но я с приложением сама немного не разобралась. Я вот хотела попросить, чтобы мне, что ли, детское обучение спросили, вот эти уроки, чтобы я сама прошла и уже потом преподавала. Так можно или нельзя? Светлана, если вам необходимы материалы для проведения уроков, они у вас есть в личном кабинете? Нет, у меня даже обучение. Откуда у меня эти материалы-то? Хорошо. Тогда напишите, пожалуйста, менеджеру обучения, он вам откроет материалы нужные. А менеджер обучения у нас кто? Это Тамерис или Анна, они с вами связывались, если вы были в текущем кабинете. Связывались, но ладно, хорошо, спасибо большое. Спасибо, Светлана, за интересный вопрос. Ну что, есть ли у кого-то еще вопросы? Здравствуйте, у меня такой вопрос будет. Вот я у вас преподаю шахматы, могу ли я эти тоже так же попросить, чтобы не открыли и посмотреть, допустим, все уроки, которые есть? Начиная там, во-первых, допустим, я хотел бы бы преподавать, но я хочу еще попробовать А посмотреть, то есть все узнать. Можно ли будет попросить, чтобы не открыли, и я прошу это все? Конечно, конечно. Сегодня продублирую в чат, для того, чтобы открыть материалы, кто совмещает несколько предметов, обратитесь, пожалуйста, к Ане или к Тамерис, они к вам приходят. Можно я еще добавлю коротко совсем чуть-чуть? Для преподавателей SkySmart, те, кто ведут, например, шахматы или другие предметы, у вас в личном кабинете в каталоге уроков есть выбор направления, которые можно посмотреть, и там же можно открыть любой. В курсах занятия. Вот, а там можно посмотреть, чему мы учим детям, какой план занятий и так далее. Нет, там вот у меня английский открывается, а все остальное у меня не открывается, к сожалению. Я уже смотрела в каталог уроков. Да, я еще раз говорю, да, момент очень важный. Если вы совмещаете несколько предметов, у вас, возможно, не открываются компьютерные курсы. Вам необходимо написать Ане или Тамерис. Информация у них есть на Notion, и там вы найдете Ану Тамерис, и вам они откроют направление. Хорошо? Спасибо. Договорились. Итак, я вижу. Да, конечно. Я, наверное, прослушала, я просто не с самого начала. Скажите, пожалуйста, сколько вознаграждения за один урок? Вознаграждение за один урок от 400 до 600 рублей, в зависимости от курса, который вы ведете. Если А, это, я так понимаю, 400, да, получается? Нет, в зависимости от курса, который вы ведете, к сожалению, сейчас у меня нет этой информации прямо на слайде. Много курсов, все вознаграждения я не запомню. Я поняла, спасибо. Итак, что еще по вопросам? Остались ли вопросы? Вопрос есть по поводу проведения буткемпов. Следующий буткемп 7 февраля, но, да, также мы еще будем проводить буткемпы в ближайшее время. Следите, если в этот буткемп у вас не получается попасть, то следите за информацией на почте, скорее всего. На почте или в Slack, кто, я вижу, что здесь присутствуют преподаватели SkySmart. Да, да, информация о запуске следующего буткемпа обязательно будет. Да, смотрите, после заполнения формы, которую я отправляю, давайте еще раз ее отправлю. После заполнения формы вам на почту придет приглашение, да, вам придет корпоративная почта, наша корпоративная почта. Вы сначала заходите на корпоративную почту, потом заходите в личный кабинет преподавателя. Я сейчас говорю для тех, у кого нет личного кабинета преподавателя, да, кто не преподает SkySmart. Далее заходите в личный кабинет преподавателя, после этого заходите в Slack. Slack – это такой корпоративный мессенджер, как WhatsApp, например, только в версии, где мы общаемся, где будет коммуникация вся проходить. Все инструкции у вас будут на почте, в письме после регистрации. Ну что, остались ли вопросы? Как быстро должно приходить на почту сообщение? Пока нет. Но, к сожалению, пока это у нас автоматически не работает, да. Давайте с вами договоримся. Так, сегодня вечером, завтра ждите письмо на почту. Хорошо? Итак, какие еще вопросы есть? Ну что, если вопросов нет, я тогда предлагаю всем идти отдыхать, да, уже вечер. И желаю вас, желаю встретить вас на буткэмпе, на наших воркшопах, встречах, которые организуются на буткэмпе. 7 февраля ждем вас. Всего доброго. Всем спасибо. Спасибо вам за обратную связь, за благодарности, которые вы писали в чат и которые пишете после. Все, всем пока-пока.